Ну на самом деле ничего тут какого-то особенного нет, надо вообще понимать, кто такой уважаемый мною господин Сурков. Он вместе еще с Касьяновым, с Волошиным был определен Соединенными Штатами, как смотрящий за деятельностью Путина еще в далеких, в самом конце 99-й где-то год, в те давние времена. И когда Ельцин проводил Путина, вокруг него была создана система сдержек противовесов и контроля со стороны Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы Путин не изменил колониальный статус страны прежде всего. Дальше Путину удалось избавиться от Касьянова, отжать Волошина, убрать Гусинского, Ходорковского, на самом деле сотни людей он отжал. Но Сурков не смог. И Сурков с ним проработал в этом же качестве внешнеуправляющего в области политики, средств массовой информации. То есть как раз те направления, которые американцы считают в России наиболее важные до последнего времени. Дальше Путину удалось его отжать, как агента американского. Но американцы, естественно, своих не бросают и надавили, в том числе пользуясь вопросами, связанные с безопасностью Олимпийских игр. Понятно, что угроза безопасности идет из Грузии, последовательная Осетия, Абхазия, привязанная к этим Чечня вопросом. И заставили его назначить. Но это обычная практика. На оккупированной территории в колонии очень много людей назначается по команде из Метрополии. Особенно ответственные за средства массовой информации, за финансы, за выплату дани, за образование, тот же Ливанов и так далее. Это стандартная практика. У нас иногда получается с людьми такой разговор, они не до конца понимают к себе в голову, что Россия является вассалом колонии США в результате поражения в войне. Но если они это примут, для себя примут, то они получат ответы на очень многие вопросы. То есть эти вопросы будут, ответы на них стандартные. Если ты колония, ты не имеешь права заниматься своей самостоятельной кадровой политикой. И я думаю, что как раз вокруг Путина не один сурков американский является агентом американского влияния. Я думаю, что вокруг Путина таких очень и очень много. Но это статус, который характерен для любой колонии. Это не является исключением в нашем случае. Продолжение следует...